Всех рад приветствовать на новом обзоре игр для подписчиков платной услуги PlayStation Plus Essential. По классике, три игры и забегая немного вперед, январь месяц 24 года реально порадовал. Что необходимо знать? Три игры для консолей PS4 и PS5, которые будут доступны в предстоящий вторник, то есть 2 января. Для всех тарифных планов, без исключения. Ну что же, давайте разберем. Не знаешь, где выгодно приобрести игру в цифре или подписку PlayStation Plus на 1 год? Тогда на помощь тебе придет Telegram-сервис PS Game Store. Подписка, пожалуй, must-have для консолей PlayStation, поэтому как минимум ее стоит приобрести. Чтобы убрать какие-то сомнения, рекомендую сразу же заходить и ознакомливаться с отзывами от довольных покупателей. Поэтому магазин с демократическими ценами PS Game Store, ссылку на него я оставляю в описании и закрепе. Первая стартовая и, пожалуй, лучшая игра из сегодняшней раздачи, к сожалению, для консолей PlayStation 5. A Plague Tale Requiem. Исключительно сюжетная одиночная шпилева, рассказывающая историю о брате и сестре, которые сбежали от Инквизиции. Действия происходят на территории средневековой Европы, где главные герои по имени Амитция и Хьюго, соответственно, брат и сестра, сталкиваются с чумой и французской Инквизицией. События игры обещают драматический сюжет, где игроки будут исследовать темные и опасные места, решать головоломки и выживать в условиях эпидемии. Офигенная графика, эмоциональные моменты и взаимодействие с толпами крыс делают Requiem захватывающим продолжением этой уникальной истории. Поэтому берем себе на заметку. Следующий экшен с элементами ужасов Evil West. Игра предлагает атмосферу Дикого Запада, но с добавлением сверхъестественных угроз. Игроки берут на себя роль охотника за монстрами, борясь с волнами нечисти и зловещими существами. В игре доступен широкий арсенал оружия, включая стрелковые и ближние боевые единицы, а также магические способности для борьбы с темными силами. Завораживающая графика и динамический геймплей обещают захватывающий опыт в мрачном и загадочном мире, где каждый уголок скрывает новую угрозу. Из преимуществ хочу отметить, что на этот раз консоль PS4 не осталась за бортом, поэтому игра будет доступна для PS4 и конечно же PS5. Идем дальше. Достаточно любопытная ролевуха Nobody Save The World. Игра предлагает уникальный подход к развитию персонажа, позволяя игрокам превращаться в различные формы с уникальными способностями. Герой начинает как безликий персонаж по имени Nobody, который может превращаться в различные классы от мага до вампира, получая новые навыки и способности. Задача играющего проста. Исследовать разнообразные уровни, сражаться с врагами и решать головоломки, чтобы в конечном итоге восстановить порядок в мире. С привлекательным пиксельным искусством и нестандартным подходом к геймплею, Nobody Save The World предлагает увлекательное и разнообразное переключение на PS4 и PS5. Конечно же при наличии активной подписки PlayStation Plus. Тоже мне хочется сказать напосредок. Первая раздача PlayStation Plus в 2024 году реально порадовала, по крайней мере лично мой опыт. Давно хотел поиграть в A Plague Tale и вот будет отличная возможность, чтобы его пройти и даже апнуть платину. Также попробую обязательно Evil West, давно присматривался к этой игре, но собственно говоря дали по подписке PlayStation Plus, а почему бы и не попробовать, главное чтобы было время. Своим же мнением касательно раздаваемых игр в январе 2024 года ты можешь поделиться в комментах под этим роликом. С вами был канал GamesMafia, всем до скорого, пока!